Старый Загор у 50-летней давности. Она прекрасно помнит. Галина Дикушина на этой улице живет как раз полвека. Вспоминает, раньше здесь били фонтаны и всюду росли цветы, но со временем бульвар пришел в упадок и перестал быть любимым местом отдыха жителей. В этом году, к 50-летнему юбилею, Старый Загору начали приводить в порядок. Галина Дикушина этого преображения ждала долго. Со словами благодарности в адрес губернатора и главы Самары, одной из первых позвонила на горячую линию Самарской городской думы. Все-таки взялись за нашу Старый Загор, даже обидно, что она была в таком состоянии. А сейчас я вот и хожу и радуюсь. Я хочу, чтобы Старый Загор была прекрасной, как была раньше. Цветы чтобы были, фонтаны были, чтобы чисто у нас было. Ну, Самара должна же все-таки быть прекрасной, но она у нас красивая. Горячая линия думы городского округа Самар. Здравствуйте. Номер телефона, по которому самарцы могут высказать пожелания и задать все интересующие вопросы, работает с понедельника. На горячую линию уже дозвонились десятки человек. В основном жители интересуют вопросы ЖКХ, благоустройства и социальные льготы по капремонту для пенсионеров. Люди, даже вот уже начиная в тестовом режиме, очень активно начали звонить. Это говорит о том, что линия востребована. Задействованы в решении вопросов, которые задают на прямую линию практически все службы города, внутригородские районы. Очень к этому оперативно реагируют на все просьбы жителей. Каждое обращение специалисты отрабатывают в индивидуальном порядке. Если он готов ответить сразу на этот вопрос, значит, будут отвечать сразу, потому что есть вопросы, которые задаются достаточно часто. Если не готов ответить, значит, будет телефон обратный, для обратной связи. Ну и, соответственно, через какое-то время, я надеюсь, что это будет через несколько часов, будет дан ответ на заданные вопросы. Звонки на горячую линию городской думы принимают в будни с половины девятого утра до половины шестого вечера без перерыва на обед. Номер телефона вы видите на своих экранах. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.